Юрий Игнац, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, в прямом эфире. Приветствуем вас, Юрий. Да, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, действительно, сегодняшний обстрел, сегодняшний налет российский, он отличается от предыдущих. Уже отмечают, что весь арсенал практически был использован. А вы, как специалист в этом, можете нам прокомментировать, действительно, чем отличается сегодняшнее нападение россиян? Ну, наверное, некорректно говорить слова весь арсенал. Арсенал имеется в виду типов вооруженных. Да, да, типов. Потому что, знаете, нас сейчас послушают, скажут, все, ракеты закончились, можно не прятаться. Нет, к сожалению, ракеты не заканчиваются, но дефицит определенных типов ракет, конечно же, есть, определенный, существует этот дефицит. И тут не в деньгах даже дело о том, сможет ли Россия производить в дальнейшем в больших количествах. А мы понимаем, что оглашены санкции, и санкции должны действовать безупречно. Об этом мы постоянно говорим с западным нашим партнерами, с журналистом из западных стран, чтобы все-таки именно этот вопрос санкционный не сходил тоже с мировых СМИ, чтобы страны и те правительства все-таки принимали как можно большее участие в том, чтобы контролировать уже оглашенные санкции, не позволительно России продавать товары двойного назначения, не позволительно надавать высокие технологии, даже в экономической сфере, потому что и экономика страны-агрессора тоже влияет на боевые действия и на жизни наших украинцев. Вот поэтому те ракеты, которые Х-101, Кинжал, Калибр, которые они могут, Искандер тот же самый, которые они могут производить, и, вероятно, производят, им ни денег жалко, ни ничего, там вряд ли будут жалеть денег, им нужно время для того, чтобы их изготовить и достаточное количество запчастей. Используются беспилотники, потом идут ракеты. Вот скажите, в этом есть какая-то тактическая задача, есть какое-то ухищрение? Они отвлекают наши системы ПВО этими беспилотниками? Почему именно так выглядят их удары? Сначала беспилотник, потом ракета? Бывает и по-разному. Бывает и сначала ракеты, потом беспилотники. Может быть, и там, и там беспилотники внутри ракеты. Поэтому тут противник меняет вот эти вот свои тактические действия в зависимости от того, какие стоят задачи. И противник хочет как можно больше отвлечь внимание, расконцентрировать внимание нашей системы противовоздушной обороны. Иногда это у него получается, иногда это получается лучше у воздушных сил наших и сил обороны, сбивать именно ракеты и дроны, которые идут в Украину. Сегодня 81 ракета, вы, наверное, уже озвучили эту цифру. Сбито всего 34 ракеты. И многие тоже наши партнеры спрашивают, почему раньше был больше процент соотношения сбитых и запущенных. Но тут очень простое объяснение. Как мы уже опубликовали, это 48 крылатых ракет, из них сбито 34. Это хорошо или плохо? Конечно же, это отличный показатель при таком массированном обстреле. Так как остальные типы ракет, которые противник запускает по Украине, это и кинжал, и Х-22, и С-300. Их сбивать, к сожалению, мы не можем. Это баллистические ракеты. Для этого нужны специальные средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны, которые смогут противостоять этим угрозам. Это и Патриот, и Сампти, на которые сейчас учатся наши знитчики и в Соединенных Штатах, Франции, Италии, и также в Германии. Сразу скажу, что то количество, которое нам придет сначала, конечно же, будет очень мало. Для того, чтобы противостоять именно угрозе баллистических ракет, так как установка радиус действия установки и Патриот, Пак-3, и Сампти, по баллистическим ракетам, 40 километров всего лишь, немного, но это позволит, используя батарею таких вот установок, то есть зенитно-ракетная батарея или система, как называют, перекрыть важные объекты, важные направления на определенных участках фронта. Где это будет сделано, уже примет решение высшее военное руководство. Поэтому сегодня тот процент, который мы имеем, эти 34 ракеты, плюс 4 шахеда сбито, плюс не достигли своих целей ракеты управляемые авиационные, о которых шла речь, это Х-31, Х-59, которые 8 ракет противодействия было сделано против них, они не достигли своих целей, поэтому процент неплохой, хотелось бы лучше, хотелось бы больше, но результат налицо. И атака, чем озаменовалась сегодня, это тем, что выпустили рекордное, скажем так, количество ракет «Кинжал». Это дорогущие ракеты. Сколько стоит «Кинжал», вообще трудно представить. Немного этих ракет у них, около 50 на сегодняшний день, по данным главного управления разведки. И мы понимаем, что сегодня они применили рекордное количество, действительно, 6 «Кинжал» по энергетической инфраструктуре. Это, конечно, они берегли их, знаете, на какие-то более важные объекты, на какие-то стратегические цели. Нельзя сказать, что это плохие ракеты. Они скоростные, они бьют точно. Поэтому и плюс, что мы не можем сбивать их. Это вот и Россия, так вот Путин хвастался, что вот не имеющие аналога, какие вот у нас ракеты. И они начали и их использовать. Поэтому хотели, наверное, достичь своих целей. Сегодня весь информационное пространство в России пестрит пожарами. Вся Украина у них там горит, прям разрушена вся энергетика в очередной раз. И вот впаривают населению всю информацию, что акт возмездия произошел за какую-то там Брянскую область. Непонятные действия, которые там провели с помощью Украины, как они рассказывают, что это акт возмездия. Ну, это, кстати, вызвало некоторое негодование даже у российских почитателей Путина тоже. Не так они себе это все представляли. Ну, их представление мы можем только догадываться, как они представляют акт возмездия. Но вы уже начали ударом возмездия. Сегодняшний ракетный обстрел Украины, в результате которого, я также напомню, добавлю, погибли 6 человек, назвало Министерство обороны России. Ведомстве ответили, что это месяц из-за якобы теракта в Урянской области. Также в Министерстве признали, что во время атаки использовали гупер, звуковые ракеты, кинжал. Добавили, что цели удара были достигнуты. Российские военные читались о поражении объекта украинской военной инфраструктуры. В то время, как от сегодняшних обстрелов снова пострадали мирные жители, а также энергосектор. Ну, не впервые мы с этим, на самом деле, сталкиваемся. Сейчас немножечко еще, Юрий, хотим у вас спросить о определенных поставках. Да-да, вы сегодня, выступая в общенациональном марафоне, сказали о том, что процесс поставок истребителей Украине сдвинулся с места. Об этом вы сказали, как я говорю, в марафоне. После того, как Польша и Словакия объявили о готовности передать 29-е МИГи Украине, как вы сказали в эфире, Украина надеется получить более современные самолеты, такие как F-16, но и МИГи помогут оттеснить российскую авиацию от границ страны, уничтожить. Логистические пути врага. А можете ли вы что-то добавить, Юрий, и объяснить, как быстро нам придут МИГи 29-е? Ну, могу лишь немножко опровергнуть то, что вы сказали. Может быть, уже перекручивают, как обычно, наши СМИ, телеграм-каналы. МИГи не помогут оттеснить российскую авиацию. У нас есть МИГи, у нас есть и другие типы самолетов. К сожалению, они малоэффективны на сегодняшний день. Да, летчики делают невозможное, но оттеснить российскую авиацию тем вооружением, которое сегодня в наших МИГах и Су-27, это невозможно, скажем прямо, потому что летчики проявили героизм свой, проявили невероятные вещи. В начале российской агрессии, когда на старых советских самолетах, уже с более современным российским, превышающим их в пять раз в количестве, летели просто в лобовую атаку и отгоняли их тогда на средства противовоздушной обороны. В принципе, такая практика продолжилась и далее. Но россиянам не нужно особо вступать в воздушные бои. Они это прекрасно знают, что они превосходят технологически. Им достаточно со 100 километров запустить ракету. А есть ракеты еще такие, как Х-37, которая может лететь несколько сот километров по их версиям. Поэтому им достаточно выписать ракету и улететь, не вступая в ближний бой. Поэтому нам нужны действительно современные самолеты. Самолеты такие, как F-16, которые прошли несколько этапов модернизации, которые имеют широкий спектр различного вооружения, которые могут отгонять именно российскую авиацию от наших границ. До 180 километров АИМ-120 АМРом ракета летит с воздушной платформы и может воздействовать на российских летчиков самым прямым способом. И также эти самолеты помогут именно перебивать логистику врага, имея на вооружении крылатые ракеты, авиационные бомбы управляемые, то есть умное оружие, которое может лететь далеко и лететь крайне точно. Вот именно эти самолеты и могут помочь ударить по врагу, по врагу на наших оккупированных территориях и завоевать воздушное пространство над оккупированными территориями и помочь в деоккупации наших земель. Вот поэтому Украине нужны самолеты. Сделать это с сегодняшней советской техникой уже становится все труднее и труднее. — Знаете, такой, ну вот в заключении вопрос давно хотел вас спросить, на самом деле, Юрий. Сам увлекаюсь авиацией, был еще до войны, полномасштабной войны в Полтаве, в музее стратегической авиации. Как раз ровно вот из этих же типов воздушных суден сейчас россияне и обстреливают Украину, бомбардировщики, прекрасные, красивые машины. И я тогда думал, ведь Украина отказалась от оружия, распилила, там даже кадры можно посмотреть, как частично отдали России эти самолеты. А вот если бы у нас сейчас были тушки, 22-е, 160-е, 95-е, это бы было нам полезно или нет? — Если бы у нас были тушки, я думаю, что у нас появились бы и летчики, которые на них летали. Да, пришли бы, наверное. Я в этом не сомневаюсь даже, потому что в начале агрессии множество звонков поступало именно на мой телефон и в пресс-службу, потому что он есть в публичном доступе, так, в интернете. И много звонков было от людей, которые представлялись летчиками. Много в странах Африки сегодня работает бывших пилотов, пенсионеров. Ну, выходят на пенсию, как правило, военные раньше, да, и предлагали вот свои умения, знания для того, чтобы защитить страну. И говорят, вот я на таком самолете, я на таком, ну, на тех, которых уже и нет на вооружении у нас. И, кроме того, на тех Ту-22, Ту-95, Ту-160. Вот, тоже были такие вот летчики. И помогли ли бы нам они? Ну, я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, что, очевидно, бы помогли, потому что, ну, хорошие самолеты, но нужно просто понимать еще, что в России, кроме мощной авиации, у них еще и мощная система противовоздушной обороны. Сегодня та группировка средств ПВО, которая находится на линии боевого столкновения, ну, это, наверное, самое мощное, которое есть там в мире ПВО, имеется в виду по количеству и разных типах. Вот, посмотрите, какие я вам перечислю сейчас, ПВО малого, среднего и большого радиуса действия. Это, начиная от армейских, там, Шуко-Оса, модернизированные, это БУК, М1, М2, М3, ТОР, ПАНЦИРЬ, С-300, С-350, С-400. Ну, вот такие вот пестрые виды вооружения, не считая ПЗРК, у них есть вблизи украинских границ. Ну, также эти ПЗРК, эти же ПВО, таких типов, вероятно, охраняют бункер Путина, тоже об этом уже говорили, и не один бункер. Вероятно, охраняют Москву, а остальная Россия, как на ладони, можно летать, как говорится, мама, не горюй, и, возможно, поэтому и там летают непонятные объекты постоянно, и что-то постоянно происходит. Спасибо, Юрий. Всегда интересно ваше мнение, ваши комментарии. Благодарим вас за то, что нашли время, включились. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, был в нашем эфире.